Несмотря на то, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, Россия и Армении по итогам 44-дневной войны на определенной части Карабахского региона нашей страны разместились российские миротворцы, тем не менее Баку обладает всей полнотой информации о происходящих там событиях. Тем более сейчас, когда все стратегические высоты находятся под контролем азербайджанской стороны. В Баку на самом высоком уровне не раз заявляли, что, имея в наличии современные технические средства, в том числе спутники, имеют возможность отслеживать и передвижение людей, и автотранспорта, и даже видеть номера этих машин. Естественно, имеем мы возможность фиксировать и незаконную деятельность на этих территориях. И это не голословное утверждение. Как сообщили калибр разинформированные источники, близкие к военным кругам, согласно полученным материалам видеонаблюдения, с 10 по 14 ноября во временном промежутке с 21.00 до 23.00 ежедневно из Ханкинди в Армению отправлялись 8 КАМАЗов в сопровождении внедорожника Ниссан Патрол с армянским регистрационным номером 731 АБ-61ЕР. А 16-18 ноября было отмечено перемещение этих же транспортных средств по Лачинской дороге из Армении в Ханкинди в утренние часы. Город покинули они уже ночью. По оперативным данным на указанных КАМАЗах, вывозится сырье, добываемое на золотых приисках близ села Гюлье-Атак, бывшего Агдеринского, ныне Тертерского района Азербайджана, расположенного в зоне временной ответственности РМК. Перевозка осуществляется компанией Base Metals, которая входит в базирующиеся в Швейцарии, согласно докладу МИД Азербайджанской Республики, ЗАО «Валекс Групп», и занималась разграблением ценных металлов в Кельбаджаре, Зангелане, Агдере в годы оккупации. Об этом еще в 2016 году в своем докладе «Незаконная экономическая и другая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана» отмечало внешнеполитическое ведомство нашей страны. Компания имеет офис в Ханкинди. Руководитель «Валекс Групп», гражданин Республики Армения Валерий Межлумян, 1951 года рождения, проживающий в Ереване по адресу улица Берони, 30, квартира 3. Финансовым инвестором является гражданин Швейцарии Вартан Сирмаке с 1956 года рождения, зарегистрированный по адресу в муниципалитете Колони, в кантоне Женева. Исполнительным директором BaseMetals Артур Мкартумян, проживающий в городе Алаверди Ларийской области по адресу Баграмяна, 20, квартира 8. Совершенно очевидно, что подобная незаконная деятельность по хищническому разграблению природных ресурсов Азербайджана, приносящая баснословные доходы, не могла пройти мимо самозванного госминистра Рубена Варданяна. Для информации, только в 2019 году налогов, так называемый бюджет сепаратистов, крупнейший налогоплательщик компания BaseMetals, выплатила на сумму в 38 миллионов долларов. Таким образом, по некоторым данным Рубен Варданян уже установил контроль над прииском близ села Гюльятак и получает свой откат от владельцев BaseMetals. Естественно, что эта ГОП-компания, действующая под самым носом у РМК, не боится за свою безопасность. Командующий миротворцами в Карабахе генерал Волков кормится с их рук и вряд ли будет сворачивать шею птицы, несущие ему золотые яйца. Доходы от эксплуатации азербайджанского золотого рудника льются в черные кассы бенефициаров сохранения нынешнего положения в Карабахе в Москве и Ереване. Часть средств в Армении идет для финансирования пророссийской антипашиняновской оппозиции, а другая часть – для закупки подсанкционных товаров для России. Таким образом, преступный синдикат Волкова-Варданяна продолжает работать и грабить недра нашей Родины, а Лачинская дорога – служить проходным двором для военных преступников и мародеров.